В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Марии Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Достижения уходящего года и планы на будущее директор Фиатсвнеев Валентин Костюков провел итоговую пресс-конференцию. Ученик года 2018 подаведены итоги городского конкурса школьников. Серебряные медали и путевка на первенство России в Дзержинске завершились всероссийские соревнования по рукопашному бою. Далее расскажем обо всем подробно. В 2018 году Фиатсвнеев полностью выполнил гособоронзаказ и все обязательства перед партнерами и заказчиками. Выручка ядерного центра увеличилась на 3%. Планируемый рост в 2019-м – 13%. Предприятие продолжает двигаться в создании новых гражданских направлений деятельности и по-прежнему остается организацией высокой социальной эффективности. На традиционной итоговой пресс-конференции директор Фиатсвнеев рассказал журналистам о главных достижениях уходящего года и поделился планами на будущее. В этом году в Фиатсвнеев трудоустроено 487 человек, из них 231 молодой специалист и 86 выпускников техникумов. Ключевым вузом по подготовке кадров остается Сарфти, но растет и число пришедших на работу на предприятия выпускников вузов Москвы и Петербурга. В следующем году сюда планируют принять 300 молодых специалистов и важно, чтобы для их жизни и работы были созданы комфортные условия. Молодые люди не хотят жить по двое, по трое в комнате, они хотят иметь свое собственное выражение, свою собственную позицию и так далее. Поэтому будем создавать рынок доходного жилья. Такие переговоры мы начали с нашими здесь компаниями строительными и ведем этот диалог и предлагаем им достаточно серьезные гарантии, связанные во ВНЕФе. Четыре общежития, в них живет тысяча человек. Эти общежития либо ремонтировать надо и затратить на их ремонт приблизительно полтора миллиарда рублей с содержанием, либо создать вот этот рынок и заниматься субсидированием доплаты проживания. Не обошел вниманием Валентин Костюков и самые обсуждаемые темы года – создание паломнического туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров» и проект «Большой Саров». Что касается последнего, по словам Валентина Ефимовича Саров, «Эрфятсвнеев» как градообразующее предприятие – один из столпов, на которых стоит юг Нижегородской области. Поэтому расположенные рядом территории должны быть интегрированы в стратегию развития города. Часть направлений уже непосредственно в зато развивать нельзя. Понимаете? Их надо развивать на близлежащих территориях. Создавать для этого условия. Вот взять, положим, инжиниринговые компании, которые задействованы, которые задействованы вне Сарова. Ну, достаточно серьезные сложности в соответствии с законом по гостайну создаются для их участия. Мы должны создать такого рода условия, чтобы вот эти инжиниринговые компании были вот в этой зоне Б, и которые бы имели подпитку потенциала из основного города. Если говорить о кластере «Арзамас Дивеева-Саров», то, по мнению Валентина Костюкова, лучшая суть этого проекта отразит термин «духовность» вместо понятия «туризм». Сегодня, по словам директора Альфиацвнеев, речь не идет об открытии города для туристов, но ведется активная работа именно по восстановлению духовных ценностей, в том числе через восстановление монастыря. Туризм – это вторично. Самое главное – восстановить все то, что вот здесь, здесь веками было и реализовано. Причем восстановить его, вписываясь вот в некую такую нашу сегодняшнюю действительность. Также Валентин Костюков рассказал журналистам, что в следующем году планируется завершить работы по реконструкции Саровского аэропорта. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. В Дворце детского творчества подвели итоги городского конкурса «Ученик года». В заочном этапе приняли участие 10 старшеклассников, которые представили жюри своей автобиографии и портфолио. В итоге была сформирована рейтинговая таблица и составлен список тех, кто будет защищать честь школы в очном этапе конкурса. О том, кто стал учеником года 2018, расскажем в следующем репортаже. Последние минуты перед выходом на сцену. Есть время еще раз заглянуть в сценарий выступления и собраться с мыслями. Финалист городского конкурса «Ученик года» Никита Бондарев считает, что формула победы – это поддержка команды, помноженная на уверенность в своих силах. Помимо того, что у меня есть достижения в этой области, в этой области, будет еще и здесь. То есть, может быть, это даже какая-то возможность доказать себе, что я могу еще что-то, помимо того, что я решаю задачи и играю в интеллектуальные игры. Оценивала конкурсантов два состава жюри – педагоги и школьники. Взрослые сделали акцент на критериях и пунктах положения, а дети руководствовались эмоциями и реакцией зала на выступление. Самая юная участница Вика Сафронова на конкурсе представляла школу номер 11. Выступать для нее на сцене уже привычное дело. А бороться за звание ученика года, да еще и с такими сильными соперниками – новый полезный опыт и большая ответственность. Чтобы такое масштабное мероприятие, такое было конкурс, я еще ни разу не выступала. Мне, конечно, страшно. А сейчас, когда я только с визиткой выступила, мне уже как-то полегче стало. Я уже готова участвовать еще в двух конкурсах. Просто получить кайф от этого, то, что ты выступаешь. Это твой опыт. Вот у меня это первый опыт. И надеюсь, что еще не последний. Яркие номера первого творческого конкурса – это результат долгих часов репетиций и работы над сценарием. После фееричных выступлений с песнями и танцами претендентам на звание ученика года предстояло проявить свои знания в различных областях наук и продемонстрировать нестандартный подход к решению логических задач. Пройдя отборочный этап в стадию подготовки к выступлениям, каждый из шести финалистов с уверенностью может ответить на вопрос – кто же все-таки такой ученик года? Ученик года – это тот, во-первых, это самое важное, тот, кто учится хорошо, тот, кто много чего знает, эрудирован. Помимо этого, если мы говорим про этот конкурс, значит, он должен быть артистичен, он должен быть уверен в себе. Победителем конкурса стал 11-классник из 15-го лицея Никита Бондарев. Призерами – ученицы 14-й школы Виктория Сухорукова и Анна Храмова из 2-й гимназии. Приза зрительских симпатий удостоился Артем Белавин из 10-й школы. На улицах Пушкина и Витя Коробкова запретят парковать автомобили. Соответствующее решение приняла Комиссия по безопасности дорожного движения. Как следует из постановления городской администрации, остановку запретят по вторникам и средам с 8 утра до 12 часов дня. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Более 200 мероприятий подготовили для горожан библиотеки, музеи, клубы по месту жительства, молодежный центр, дом молодежи, дворец детского творчества и другие учреждения. С 19 декабря по 11 января соровчан ожидают выставки, концерты, спортивные мероприятия и многое другое. Полностью с перечнем можно ознакомиться на официальном сайте администрации Сарова. 23 декабря волонсерская группа «Движение навстречу» совместно с молодежной комиссией при правкоме в НЕФ с благотворительной акцией посетит воспитанников Темниковского детского дома. Волонсеры привезут подарки, которые ребята загадали во время акции «Новогодняя сказка». Присоединиться к поездке могут все желающие. Подробности по телефону 8 920 051 85 95. Театральная студия «Мы» под руководством Александра Бахановича готовит новогодний спектакль «Приключения сказочных героев». Его покажут 28 декабря в 18 часов в молодежном центре. Вход по пригласительным билетам. Их можно бесплатно взять на вахте молодежного центра. Улица Куйбышева, 19, дробь 1. Спектакль рассчитан на детей старше 4 лет. Крае, в котором ты живешь. Конкурсная работа педагога Дворца детского творчества стала победителем муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». За многолетнюю историю конкурса в нем приняли участие десятки талантливых педагогов дополнительного образования нашего города. О том, как проходил конкурс в этом году, расскажем далее. Вот уже больше 10 лет Елена Гринёва работает у Дворца детского творчества педагогом дополнительного образования и руководит творческим объединением «Истоки». Эту профессию она выбрала не случайно. Елена выросла в семье учителей. Бабушка заведующая яслими, мама – учитель русского языка и литературы. Видя перед глазами живой премьер, Елена решила стать педагогом. В этом году пришло положение по участию в конкурсе «Сердце отдаю детям» для педагогов туристико-кроведческой направленности. Конечно же, я с радостью согласилась, тем более материалы уже были готовы давно. Программа написана 13 лет назад, но она модифицировалась, опробировалась и, естественно, представлена в самом лучшем виде. Конкурс профессионального мастерства среди педагогов дополнительного образования предусматривает несколько этапов. Претенденту на победу необходимо рассказать о себе, о своих достижениях и представить одно занятие с детьми в форме электронной презентации. Участие в конкурсе всегда для педагога – это большой опыт. Это новые идеи, встреча с новыми людьми и, конечно же, движение вперёд. Конкурс «Сердце отдаю детям» проводится в нашем городе уже много лет. За это время в стенах Дома учителя выступили педагоги самых различных направлений дополнительного образования – художественно-эстетического, естественно-научного, гуманитарного и других. Конкурс, который позволяет педагогам сказать о себе, познакомить городскую общественность со своей работой, самоутвердиться в педагогической среде. Ну и я считаю, что это такой мощный этап в плане профессионального роста. Победа на городском этапе конкурса стала для Елены Гринёвой путёвкой в Нижний Новгород. Совсем скоро ей предстоит защищать честь Царова на областном уровне. Профессиональные модельеры, студенты и воспитанники творческих объединений из нескольких городов России. В Первомайске Нижегородской области прошёл второй межрегиональный фестиваль театров мод имени Надежды Ламановой. Наш город представляли юные дизайнеры образцового творческого коллектива «Краса России» детской школы искусств номер два. Девушки представили костюмы с элементами ручного ткачества и вышивки, головными уборами и аксессуарами, которые носили жительницы Юга Нижегородской области. Всё это в течение нескольких лет создавали ученики отделения дизайн одежды и ткани. Очень много ручного труда. Мы сейчас занимаемся ткачеством, то есть для того, чтобы выткать какую-нибудь грудку. Например, на одном из сарафанов нужно было достаточно много времени. Дети у нас всегда стараются, они любят работать, но, конечно же, есть и непоседы. Это только коллективный труд. Мы делаем любой костюм, любой костюмный комплекс мы делаем вместе все. Образцовый коллектив «Краса России» привёз с межрегионального фестиваля в Первомайске дипломы лауреата второй степени сразу в двух номинациях – дефиле и конкурс костюмов и аксессуаров. Считаю, что это очень достойный результат, потому что мои девушки соревновались со взрослыми соперниками. Первое место у колледжа Лысковского и гран-при получила университет города Саранска. Юлия Гринина занимается дизайном одежды и ткани уже шестой год. За это время она неоднократно становилась призёром различных конкурсов. На фестиваль в Первомайск девушка ездила уже второй раз. Фестиваль – это замечательно, это волшебно. Мне кажется, это было что-то невообразимое, потому что музыка, фанфары, свет – всё это тебя окружает, зрители на тебя смотрят. И это просто волшебно. Любой фестиваль – это праздник творчества, где участники получают возможность показать зрителям свои работы, пообщаться с другими мастерами, получить импульс к дальнейшему развитию в искусстве. Следующий фестиваль, в котором примут участие воспитанницы Елены Бодряшкиной, пройдёт в Сарове в 2019 году. Это будет третий фестиваль народного костюма «Краса России». Звание лучшего спортсмена Нижегородской области и путёвка на первенство России. Трое воспитанников «Дюз Шикар» стали серебряными призёрами 12-го всероссийского турнира по рукопашному бою. Андрей Малыгин был признан лучшим спортсменом по итогам 2018 года. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 43 городов нашей страны. В условиях высокой конкуренции подопечные Валерия Трубина завоевали право участвовать в первенстве России в апреле следующего года. Андрей Малыгин занимается в секции рукопашного боя уже 8 лет. За его плечами участие в областных и всероссийских соревнованиях. В этом году он впервые выступал на турнире в новой весовой категории и занял второе место. Самым сложным для спортсмена стало ожидание выхода на ринг. Мы должны были биться в первый день соревнований, но нас не прогнали наш вес. И получилось так, что я весь день прогорел и на следующий день только начал биться. Это уже у меня упадок сил был большой. С серебряной медалью домой приехал и Дмитрий Мирюков. Молодому спортсмену пришлось встретиться сразу с тремя соперниками. Первых двух одолеть ему не составило никакого труда. А вот третьему борцу пришлось уступить. Несмотря на то, что Дима на всероссийских соревнованиях выступал впервые, результатом молодой человек доволен. Я получил там большой опыт. Второе место – это хорошо, но буду стремиться к первому. Буду тренироваться больше. Также на соревнованиях в Дзержинске вторым стал еще один воспитанник Дюшикар Сергей Глазков. Всем призерам турнира вручили путевки на первенство России, которое пройдет в следующем году в Волгограде. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин